У нас нет школ, которые во вторую сеть. Я пытаюсь адаптировать это как можно в Москве, например, формат. Потому что все нужно... Я понимаю, что без коммерции ничего не поднять. Без финансовой составляющей ничего не сделать. На город это класть, это тоже до конца неправильно. Потому что сложно. Содержание даже тренерских сходов, вы говорите, 16 тренеров или сколько? Нет, 12. По боксу 12. 12 тренеров. Скажем, тренер должен получать определенную зарплату. Средняя сколько зарплата тренера? Ну, 25. 25, так вот, 20 тягинцев. Не бюджет пишет. В том-то и дело. Подключать... Существует... Я очень хочу, чтобы дети у меня занимались бесплатно в зале в Москве. Но... И это норм... Вот это моя мечта. Ну, оставить содержание, потому что без... Ну, это нереально. Это... 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 Это практически невозможно. Причем, я говорю, если я буду брать под себя, это моя будет ответственность. Ни города, ничего не связано. Я не хочу связываться ни с чем, ни с государственными структурами вообще. Только частная собственность. Как сделать так, чтобы и тренер получал зарплату, и дети тренировались бесплатно. Если на содержание, это тоже нереально. Поэтому нужно вводить определенную коммерческую структуру. Без нее никак не обойдется. Причем, делать это не для детей, а для... Для нас, взрослых людей, которые могут. Ну, это будущие защитники Родины. Я не про это говорю. Я не про ребят сейчас говорю. Я говорю уже про содержание. Да, я понял. Как ее содержать? Финансировать, да. Что это... Тут, слава богу, вы не платите ни за землю, ни за... Не за... Так как это будет в моем... Я должен буду оплачивать. Поэтому тут совмещение всего этого нужно как раз продумать. Я пробовал сколько раз считать это с такими составляющими, бюджет... Не выходило? Вообще, как говорится, не летит проект вообще. Можем потом поговорить. Я с удовольствием. Там какие-то советы, как это сделать. Потому что мы вот уже по и московской методике брали у них, и... Как московская методика это у кого? Ну, по федеральным стандартам они прописаны. Кто это? Что это? У череповцов. Мы загруженный спортзал убрали. То есть взяли... Там у них Маккензи, американская компания, вместе с ними просчитывали загруженный спортзал. То есть пропускная способность. Спортзалов как фитнес-залов или так долго? Вообще, в принципе, любой спортзал берется или комплекс берется, рассчитывается его пропускная способность, вычисляются белые пятна, где он не работает, сколько по муниципальному заданию детей занимается, с какой ставкой, где недозагруженное время в спортзале, как его дозагрузить и как сделать мотивацию для тренера. Это с учетом того, что муниципалитет в любом случае на себя берет содержание, а уже зарплата тренера хотя бы в базе тоже муниципалитет, а все остальное, это, конечно же, через взрослых. Ну, у нас взрослые в таком количестве не ходят и такие деньги не готовы. Смотрите, чтобы взрослый пришел сюда, мы дошли до момента в нашей жизни, когда мы хотим комфорт. Я хочу, например, прийти и я хочу получить то, что я плачу, те удобства, которые я хочу платить. Поэтому нужно менять не только, как это выглядит, это все здорово, это все, но это все называется бесплатное все. Это тоже нормально. Я тренировался, у меня был в моем зале один боксерский мешок. У меня не было ринга даже. Это мы не говорим о том, что воспитание ребят, это другая схема. Вот, например, вот сейчас... Нет, здесь зал есть отдельный. Давайте один из моментов, да, какой. Вот, это ваше телевидение, да? Ваше телевидение существует, такой private placement называется. Это вот на ринге там написано. Кто это такое? Эмблема. Нет, в углу. Что это такое? Вы купили этот ринг? А извините, а почему он должен там стоить, если вы его купили? А почему вы не можете на этом месте поставить эмблему какого-то бизнесмена, который здесь у вас в городе, который хотел бы видеть свою эмблему, который платит за рекламу в телевидении, такие же большие деньги какие-то. Вы договоритесь с ним, что мы вот эту вот стучку уберем, а поставим твою эмблему, и будет приходить телевидение, которое будет снимать, как ребята тренируются. Ты за рекламу в телевидении платишь определенные деньги, а ты сделай сюда, и это уже бесплатная реклама определенная. Ринг пустой, я имею в виду с точки зрения рекламы. Поставьте сюда. Это здорово, это нужно, вот эта популяризация идет, это все правильно. Ну поставьте здесь какие-то плакаты местных бизнесменов, которые заинтересованы, чтобы вот эти, чтобы их снимали. И вот у вас получается уже какая-то, какая-то ниша в бюджете, который увеличивается, причем на порядок увеличивается. В небольшом ринге, да. Очень сложно скомандировать. Это понятно, это все понятно. Очень сложно. Только когда собственник будет. Поэтому нужно определенное взаимоотношение с какими-то собственниками, которые будут заинтересованы. Найдите какого-то здесь бизнесмена, которому будет интересно продвинуть это дело в его интересе. Не то, что ты, дай мне, дай и все. Сделай так, чтобы тебе было интересно, чтобы ему было это интересно. Мы сейчас как раз с этим же столкнулись и смотрим маркетинг в спорте. То есть создаем специальный маркетинг. Это вот, у нас нет составляющей, отсутствует дырка. То есть вот в этом, вот в этих, вот в России у нас это не входит в общий формат. Потому что телевидение должно платить деньги за то, что они приходят и снимают. Тогда у вас увеличивается. Но вы не можете брать деньги за то, что ничего нет. Все сырое. Это целая программа создается. Чтобы всем было заинтересовано. Всем было интересно. Телевидение должно быть... Ну, я говорю, у нас Матч ТВ, да, в основном показывают. Их приучили, что они не платят. А по идее они должны платить за то, что снимают. Понимаете? Их же смотрят. Их же смотрят, да. Они же еще и бесплатно по телевидению, вернее, они же показывают рекламу в этот момент. Рекламу-то они платят, но они же не платят тому, кто-то пришел. Вот это договорные отношения должны быть с организаторами мероприятий каких-то, которые вот сегодня, где мы там были, это тоже мы можем было все светить так, чтобы... Ну, у нас к этому не привыкли, это не делают. Это совершенно новая ниша, направление работы, которая еще не освоена здесь у нас. Очень слабо освоена в России. Самое дорогое это всегда телевидение. Вернее, основные деньги идут с этого. Я, может быть, неправильно говорю с точки зрения... Приехал сюда к вам со своим уставом, да, называется? И начинаю... Ну, в России тоже... А мы сейчас к этому подошли. Ну, просто я по-другому никак не вижу. К сожалению, у нас по-другому не работает. Если нет, я называю, любой энтузизм умирает. Люди, которые хотят что-то вкладывать, до определенного момента у них есть желание, пока есть желание, пока есть определенные финансы, они могут помочь. Но потом приходит момент, когда им перестает интересно быть. Потому что у них нет заинтересованности. Любого бизнесмена нужно заинтересовать, чтобы ему было интересно платить за те же выезды ребят на соревнования. Чтобы им было это интересно. Пока им не будет интересно, никто не будет вкладывать деньги. Мы живем в таком мире, что, к сожалению, без коммерции ничего не сделают. К сожалению. Я за бесплатный спорт. Но без денег бесплатный спорт не получится. То есть здесь нужна тоже своего рода программа взаимоотношений? Правильные взаимоотношения между... Например, я планирую делать сделку с городом. Веду переговоры в Москве. А выделение мне площадей бесплатно. Для того, чтобы я делал определенную работу для детей. С огромным удовольствием это буду делать. Бесплатно, чтобы они занимались. Но спускаются меня, скажем, например, уберут на лоб. Мы против этого готовы делать. Вот. Я нашел этот формат определенный, который мне сейчас до конца выстрелит. Или у нас не арендное будет взаимоотношение, а использование имени. Я захожу в зал, используют мое имя. Я туда прихожу. И это все идет в той организации. Вернее, она отвечает за всю и коммунальную структуру, и коммунальную структуру. Она оплачивается. Моя задача, чтобы в этот зал приходили люди. И много приходило людей. Понимаете, я тоже должен зарабатывать. И только тогда это будет интересно всем сторонам. Мы говорим про нас практически за привлечением муниципального количества. А в какой момент начнут тогда расти спортсмены? Здесь какая-то нишня. И как спортсмены, как они будут расти? У меня два направления. Первое – это бокс как фитнес. Я поговорю про бокс. Все-таки мой любимый вид спорта. Популяризация моего вида спорта. Бокс как фитнес и бокс как вид спорта. Это разные совершенно вещи. Потому что бокс как фитнес – это деньги. А все остальное – это нагрузка называется. Как они будут расти? Развитие идет. Тренер, у него определенная задача. Сделать так, чтобы были какие-то результаты выступления. Только соревнования выступать, какие-то продвижения. Ну и зарплата же зависит тоже от результата. Это взаимоотношения меня к работодателю и тренеру. Понял, понял. Моя задача – сделать так, чтобы тренеру было интересно. Меня тренер получал в Москве лет 10 назад в моем зале, в котором работали. По 100 тысяч не получали. А здесь все вместе 100 тысяч получали. И то воровали. Понимаете? И я понял, что за счет того, что я не был хозяином этого учреждения. Я не контролировал финансовые потоки. Поэтому я ушел от этой схемы. Я лучше сейчас ничего делать не буду. И сейчас ничего не делаю. Видели, может, мои боксерские программы, которые я делаю по интернету. Но это в удовольствие. В основном в удовольствие. Но эта платформа, моя платформа для того, чтобы создать первую базу для обучения тренерского состава. Сами знаете, что тренеров нужно обучать и переквалифицировать. Причем моя задача… Я хоть и меньше, чем вы в этом виде спорта. Но определенные понятия понял по-другому может быть. Я понял, что я могу обучить любого тренера, не меняя его изюминку. Потому что нельзя готовить всех под одну гребенку. Это неправильно. У каждого тренера есть своя… Ну, так же, как и у боксера тоже. Я имею в виду… Ну, как вот, я имею в виду… Да, иди дальше. Но есть база. Это в любом месте существует фундамент. Это в любом случае. И я придумал схему подхода, как это сделать. Поэтому я уверен, что у меня в любом случае это получится. Просто в любом случае это получится. Ну, я пришел просто к такому моменту в своей жизни. Опять, может быть, это неправильно до конца, но… Мне хорошо сейчас уже просто. Я получаю удовольствие от жизни. И мне можно не работать. Но если я работаю, я должен получать правильную сумму. В Москве я дорогой. Вот так меня не добраться вообще. Я не позволяю к себе больше подходить. Я полностью отрезал телевидение от себя. Потому что у нас разные задачи оказываются. Будут это, да, тогда? Когда пусть снимают? Да, да. Причем мне… Мне говорят, ну ты же появишься на Первом канале. Я говорю, а зачем? У меня, знаете, очень хороший вопрос. Объясните мне или найдите мне одну причину, почему я должен к вам прийти. Костя, извините, у нас регулярно. Да. Вопрос, почему мне это нужно? Пускай это, грубо… Ну, как ты же в телевидении появляешься. Я говорю, это последний момент, зачем мне это нужно? Если вы найдете причину, зачем я должен к вам прийти, я с удовольствием к вам приду. И это не обязательно коммерческая составляющая. Я просто говорю, найдите мне причину. Объясните, почему я должен быть с вами. Это тебе интересно. Я говорю, найдите причину, почему мне это интересно будет. Например, я хожу на здоровье, программу Лени Малышевой. Причина, потому что, во-первых, мы с ней дружим много лет. Я с удовольствием прихожу на те программы, которые связаны, ну, с чем-то связаны по здоровью. Если я могу дать какое-то объяснение, которое поможет кому-то. И это нормально. И тут нету коммерческой составляющей. Но это и есть другая составляющая, которая, я говорю, может помочь кому-то. Или платите деньги. Грубо, пошло, но… Это честно, я скажу. Честно и хорошо. Платите. Короткий вопрос. Да. По поводу турнира «Рога», на котором у нас сейчас. Да. Еле сбежал. Какое мероприятие? Организация? Я не видел саму организацию, как все такое. Нужно такое проведение вообще? Обязательно. Почему, на ваш взгляд? Это называется популяризация спорта в целом. Это возможность детям выдать свою энергию не просто в зале, а в соревновательном моменте. Соревнования – это отдельная, обязательная процедура роста. Если ты не выступаешь на соревнованиях, ты не растешь. Только во время соревнований можно выйти на новый уровень. Только во время. Обязательно. Это очень-очень важно. Очень-очень важно. Вы же выигрываете, да? Это определенный какой-то адреналин. А когда проигрываете спортсмену? Какие-то советы нужны или не нужны? Обязательно. У нас очень часто, когда ты проигрываешь, ты ищешь причину, кто виноват. Вот я один из советов хочу дать молодым ребятам, девчатам, у кого бывают моменты в жизни, когда они проиграли какую-то схватку или бой. Не ищите никогда причину в ком-то. Ищите в себе. Найдите причину только в самом себе. Тогда вы найдете, когда вы ее найдете, это новый взлет опять. Это новая ступень к совершенству. А не оправдание причин. Почему? Почему ты сегодня носки не постирал? Или погода сегодня плохая? О, сегодня солнышко, поэтому, наверное, не встал. Или сегодня дождь был, поэтому я не проснулся. Для девчонок в боксе как-то срок. Честно? Никак. Ужасно. Ужасно. Правильно, Костя? Никак. Вот то, что они хотят, мы ничего не можем сделать. Мы не можем. Я с Наташей Рогозиной дружу очень много лет. Она знает мое отношение к женскому спорту. Есть, опять, вы слышали, я разделяю бокс на две составляющие. Первый – это вид спорта, второй – это вид тренированности. Тренинг. Фитнес. Бокс как фитнес. Вот бокс как фитнес лучше нет вообще. Поэтому, вот, девочки, приходите на бокс как фитнес. Ну, не бейте. Я не представляю свою жену с синяком под глазом. И со сломанным носом. И со сломанным носом, и губы еще же. Я посчитал, у меня около, ну, наверное, штук 200 шрамов на губах. И, представляете, жена у меня такая же будет. Не, не надо. Женская сила в ее слабости. Будьте слабыми, девочки. Большие-то вы сзади, вы-то вы устойкие даже. Молыши не присаживаются. Еще присаживаются. Ну, встроиться. Ребят, переходите на апартах. Ближе. Много ребят. Семен, ближе подойдите. Данил, подойдите ближе. Прям канат уплотной. И смотрите. Иди сюда. И на нож, ближе ко мне. Сережа тоже с вами. Я против женского бокса, но ты здесь постоянно. Саша Сергеевич, нравится кого-то пить? Молодец. Мы находимся в городе Балаково, Саратовской области. Приехали сегодня. Конечно, не смог не прийти в зал бокса. Посмотрите, как ребята занимаются. Есть все возможности, все желания. Для того, чтобы заниматься. Было бы желание. Надеюсь, у вас, у ребят, есть. И любые цели можно достичь. Любые цели. В любом зале было бы желание. Вперед, в партах, вниз. Так что удачи. Слава 86-го года 86-го. Спасибо. Спасибо. Получилось сфотографироваться? Сейчас еще. Сейчас еще.